Вот как у меня горит 133 светодиода, потребляет 1.8 ватт. 1.7, 1.8. Вот как у меня в этой лампе горит. Я не знаю, но на камеру это видно, что оранжевый берет, а это из волды греха. Там что-то видимо немножко с перебором, но я рассчитал, если у каждого светодиода ток 10 миллиампер будет, тогда должна 2.6 ватт быть, тут 1.8. Так что тут пора пущена через один микрофарад конденсатор, который ограничивал бы ток. Видно, что все равно нужно еще добавлять, а то мне этот оранжевый свет не нравится. Может, тут на лампе же точно меньше мощность было. Я говорю, оранжевый свет. Остребляет 0.7 ватт, значит конденсатор там оцепился. Один, но я уже ее резолировал. Еще карета выкручена. Через 25 ватт лампы горит. Подключу через 113. Все равно 0.7 ватт потребляем. Но даже потребляя на эти 7 ватт, она вероятно ярче горит, чем эта, которая 2.1 ватт потребляет. Вот я ее выкручу. И там жаль, что конденсатор хорошо заизолировал. Вот это 2.1 ватт потребляет. Это тоже должно где-то 2.1 ватт потребляет. Там нужен конденсатор где-то. Где-то 1.5 микрофарад или 1.3 где-то. 1 отbuildый. Что уж разбирать придется, наверное. Продолжаем. 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 Переделал. Починил. А теперь 2,3 ватта потребляет через 115 ватта, 113 ватт. Пропускаем. 2,2 ватта. Вот это. Где 133 светодиодов. Вот 139 светодиодов. И они примерно одинаково потребляют. Вот это, мне кажется, светит сильнее. В 2,1 ватта. Теперь вкручивают. Тут тоже 2,1 ватта. 2,2 ватта. Как их тут сравнить? Тоже тут есть. В 3, 2,1 ватта. В 4,1 ватта. В 3,2 ватта. Сосреди. Я тут вкручу одну, а там другую. А тут она не влазит, вот так, одинаковая сетка. Вот так освещает. Это так, это слабее. Вот так где-то цепляемся. Не знаю, как это сделать. Еще одну такую, две параллельные включу. Вот даже видно, что это более оранжевым светит. Это более желтый. Потому что тут каждый светодиод 30 мА потребляет, а тут где-то 8 мА. Каждый потребляет примерно одинаково. Вместе 4,1 Вт. Какая из них ярче горит. Может, эта ярчина не сказал, чтобы уж очень сильно ярче. А тут зато экономия светодиодов намного больше. Тут 49, а тут 39, а тут 133. Посчитаю, сколько тут потребляет. 2,1 Вт. 2,1 Вт поделиться на 133. Получается 0,15 Вт каждый диод. И поделиться на 2 В напряжения. Получится ток. Ток получается 7,894 А. Ну, 0, то есть, грубо говоря, 8 мА потребляет каждый светодиод. Вот. А тут каждый светодиод 25 мА потребляет. Тут 8 мА. Но самая эффективность-то где-то, наверное, есть на 8 мА. Потом по себе она начинает падать. Эффективность. Вроде бы тут ярче. Ну, и тут общее напряжение где-то 133 на 2 умножить. Получится 240 Вольт где-то. А, 260 Вольт. Тут и тут через конденсатор пропускается. А тут 39, тут где-то 80 Вольт. Ну, вообще, на светодиодах. Ну, еще на диодном масте там некоторые потери происходят. Ну, тут резистор 50 Ом стоит, а тут 4-5 Ом резистор. Не знаю, там, может, какой-то термистор или что-то. Но я мерил сопротивление 4 с чем-то там омок встроенное. И тут нет конденсатора, параллельно конденсатору резистора, чтобы разрядить конденсатор. Поэтому, когда с розетки выключаю, это вот плавно так притухает, вот еще горит некоторое время. А тут стоят резисторы, они для безопасности, чтобы разрядить конденсатор. Тут я не сделал этой лампе. И тут через сколько там на фарад пропускается конденсатор? А через 540, то есть 0,54 микрофарада, а тут где-то через 130 микрофарад, 1,3 микрофарада пропускается. Но мощность почему-то получилась одинаковая. Такие это ярче, Карина. Мне кажется, когда ограничивается ток через конденсатор, тогда там потерь никаких не происходит. Если, например, через резистор ограничивается, то будут потери происходить. Чем будет ниже напряжение на самой нагрузке эффективной, тем будет больше потери. Потому что на резисторе будет падать выше напряжение. Тут нагряются все эти диоды. Тоже теплые. Тут не так вроде. Примерно там сильно нет. Теплее, конечно. Теплее, конечно. Я сравнивал с туалетом лампой белой, которая 0,4 ватта. Тут белая все равно светит ярче. Тут 2,1 ватта, там 0,4 ватта. Белая не более эффективная. Не знаю, может это какая-то старая модель от этих светодиодов. Желтых. Может теперь есть какие-то более новые, более эффективные светодиоды. А я их столько много накупил, а уже не знаю, где их девать. Думал, буду лампы светодиодные делать. Но я вот эту сделал. 133 светодиода. И то тут и плату вот эту намучился. То есть и плата вот эта пошла, испортил. Тут ее пилил. То есть и за плату платить надо. И потом я за олов я не так мало набухал, чтобы все спаять эти диоды. И за олов я и дымом надушался. И так немало времени потратил, пока это все собрал. Так что мне уже то охота пропало их собирать. Светодиодная лампа. Тем более, когда их такой низкий, которые белые, гораздо эффективнее. Я еще заказал SMD, желтые светодиоды. Может они будут более эффективны. Вот еще. Горит. Такой эффект можно применить где-то. в коридоре, когда свет выключать. И чтобы потом было видно, где ключ засыпать, чтобы еще некоторое время горело. чтобы не растеряться, чтобы отрезка потухания. Вот тут горит лампа 0,4 ватта белая. Достаточно неплохо. Все было видно. Включу я теперь желтую. Это будет 2 ватт, 2,1 ватт. Вот видно, как рука так. Что оно мордает. Желтая тоже не так уж слабая. Тоже так, можно сказать, скомфортно. Телефон автоматически подбирает свет. И он желтый превращает в такое белое, более автоматически. И он желтый превращает, который коррекцию цвета делает. Нет. Нормально так. Вот кто любит теплый свет. Вот он теплый свет был. Еще раз белую вкручу. Вот она еще горит. Смотрите. Смотрите. Где-то может в два-три раза белая экономичная желтая. Вот эта белая тоже на пониженном напряжении горит. Несколько светодиодов выгоревало, поэтому я там, где конденсатор, который ток ограничивал, я его емкость уменьшил, чтобы больше уже не перегорали. Мощность уменьшила этой лампы, чтобы больше еще не погорели. А тут уже некоторые сгорели, чтобы не довести ее до полного разрушения. Теперь она, наверное, экономичнее горит, когда она понижена мощность. Поэтому так она экономично горит. Четыре вата потребляет. Она твоя не проверила, как моргает. Вот видно, как моргает. Много таких, как бы, рук. Тут тоже примерно, я бы сказал, одинаково. Но тут как-то может быть более так понятно, потому что тут как бы более цвета все передает, а там не хватает синего света. Вот об этом. Как-то не очень. Может, кажется, что слабо горит. Ох. Спасибо. Так, так, да, помеете есть?" Ставлю ее. Какой prueba, молоко зап Beau Cerço. Так, и все слабо. На этом Leadership. одинаковоbur�ный гли plural. Яarna в общем этот глиня. то есть все примерно метки nep relevания. тут я такого моргания вроде и нет тут слабее если есть у нас слабее намного потому что в приемке от опексатора который сглаживающий 2,2 мкФ плюс 4,4 мкФ на 400 В но так как тут напряжение где-то 240 вольт а тут где-то 80 вольт кстати конденсатор намного эффективнее использовать ну примерно одинаково просто нужно чтобы мы его заприркли в желтый свет а все что будет синее все будет выглядеть черным вот возьму что-то синее вот это синее что-то я хочу посветлее поярче балкон открыт вот 19 почти 20 градусов эта камера хорошо что она фокусирует можно нажать на экран сфокусировать какую нужно точку но в таком освещении она уже снимается мало кадров и размыт и нужно сильное освещение вот поэтому я не люблю эту камеру что ей нужно сильное освещение а я люблю что она даже столько ламп горит а ей все равно мало люблю что вам можно зато нажать фокусировать где надо никакие другие мои камеры которые я имел такой функции не иметь вот тут и замазали герметикой вот тут вот подмазали чтобы они теперь залепали на этом месте а то они прижиматься не хотели вот теперь вроде бы нормально зажимается если он там не сотрется быстро он такой он немножко напоминает резину поэтому хорошо залипает она теперь и вот эту защелку сделал вот эти защелки там уже не работают я выбрал потому что так неудобно там трудно попасть и в них дырки вот тут сразу 30 фпс когда на лампу снимаю хорошее освещение но даже при таком освещении когда я тут снимаю уже мало фпс и размытое и размытое она станет черный я вообще делаю эту лампу я еще заказал синие светодиоды думал тут несколько синих вставить еще чтобы они как бы чуть-чуть она и белого цвета вот она выглядит как черная на глаз видно что черная на самом деле на синие на синие на синие на синие на синие вот тут уже камеру не передаю вот Продолжаем. Вот я думаю вот тут его вкрутить, потому что когда я выхожу потом не видно где дырки, она так может еще не успеть погаснуть.